Так, это комплектация какая у нас? У нас люксовая, почти максимум с навигацией, его 387. Так, у нас на тесте, значит, Lada Kalina, универсал, ценой 387 тысяч. Здесь у нас двигатель 1.6. Так, шнад стеклапану 1.6 от Priora, я так понимаю, да? Нет, это Kalina. А, Kalina шнад стеклапанник. Значит, здесь есть практически все, полная комплектация, 4 стеклоподъемника, блокировка, кондиционер, обогрев лобового стекла. То есть, ну, она полностью, да, все, что можно напихать сюда, да, она отличает от максимальной комплектации только тем, что здесь, чего здесь нет? Датчика включения фар. Да, да, датчика света нет. Короче, машина укомплектована полностью. Вот, шнад стеклапанник. Сейчас, наверное, он поедет. Ох, блин, огонь. Так. Давай чуть-чуть. Очень легкая педаль газа, ее практически не чувствуется. Я не знаю, к чему это отнести, к минусу или к плюсу. Вот. Вот, сцепление у нас схватывает в конце. Едем опять по плохой дороге. Ужасно просто. Здесь у нас вообще в последнее время очень дороги сильно рано. Дороги все хуже и хуже, да, с каждым годом. Такая ручка приятная, кстати, при включении передач. Вот рычаг резины. Не из дешевого сделана материала, а прям такая резина, как вот. Так, выезжаем в дорогу. Ну, нормально ездит она. Едет все много. Чувствуется ездить хорошо. Шумоизоляция лучше, чем в Гранте. Ну, это у нас, соответственно, не давал. Но слышно? Да, аэродинамические шумы в любом случае слышно. Как будто окно где-то не закрыто. А по ощущениям место, так... Панель как будто вот внутрь немножко туда уходит. Вот здесь вот так. Вот подушки безопасности здесь у нас, да, здесь и здесь считается. Что-то, что скажется. По месту здесь вообще нормальный автомобиль. Да, места достаточно много. Как зайди, так и спереди. Да. Вот так пробу. В данном случае мы тестируем Калинов кузов и универсал. Да. Кузов и универсал. Ну, мы потом ее целиком покатим. Так, а свет какой у нас? Красный. Ручник. Магнитол штатная? Да, Калиновская. Калиновская? Угу. Ну уж не сами они делают. Ну, не сами, но... Темпер выиграли китайцы, скорее всего. Прошивка для Калины. Все адаптировано. А вот... Руль приоровский, насколько я понимаю, да? Сигналим только здесь. Ну, педаль, конечно, не чувствуется газу. Ввалит хорошо машина для этого мотора. Удобно, да. Места много. Едем. Стоим. Так, фара включена у нас, все, да? Да. Хорошо. Хорошо. И... Ну, конечно, пластик здесь не очень... Не очень хороший. Ну, привыкнуть можно быстро к автомобилю. А, здесь сбоку же? Так, он регулируется сбоку. Он не включен, что ли? Я вот так ездил, после, наверное, сработал. Скорее всего, отключили. А так работает. Там работает навигация. В принципе, довольно-таки карта точная. А это навигация на Вител? Карта, которая... Кванас, да? Да. А если что, они ключи, это на Вабы? Я не знаю, но... Когда я ездил сам по Чебоксану, здесь по этой карте. Все работало, да? Все работало. Так, а вот тут все-таки надо включить боковую окна. Ну, если сравнивать, например, вот я вот по гранте ощущения, да, то есть она вот как будто немного тяжелее, как, например, передок тяжелее. И панель, она здесь места подольше, вот в этом районе. Вот, то есть она менее такая массивная. Да, сцепление тоже не отыкваивает чуть-чуть. Оно как будто сжимает вот где-то. Рудар. Сейчас мы управляем и соценим. Дворники как на гранте, кстати. Вот один в один, да? Они несинхронно двигаются, заметь. Смотри. Вот этот чуть быстрее. Скорее всего, будет правильно сказать, на гранте дворник, как на коленях. Ну да, но я сначала ездил на гранте, поэтому здесь. Но они несинхронно стоят. Все, все, вернул. Вот так вот. Ну, такое... Ну, сколько она стоит? 300... 382 тысячи. Эта машина будет 13-го года, правильно? Да. Ну, это прошлогодняя комплектация. Вот здесь пробрякивает где-то. Вот она. Вот это место у всех колен. Вот оно вот всегда бренчит. Вот. Здесь из пластика сделано такого. Ну, и дешевее всего. Да, да, да. Потому что... Потому что тут его никто не трогает. Вот здесь он самый дешевый будет. Как на одноразовых стопянчиках. Вот он всегда будет гребеть здесь. Ну, коробка, вот, кстати, вот более-менее такая, да? То есть, пробег в автомобиле тоже сейчас непонятно. Он никакой не работает. Но коробка такая адекватная. Для ВАЗа адекватная. У вас скоро будет ВАДА ЛАРГУС. Будет ЛАРГУС. Когда будет? Надо быть первым? Первым. Что касается ЛАРГУС, что хочу сказать? Где-то, где-то, где-то. В конце мая. В конце мая. Да. У вас первая живая машина здесь будет. Она будет, ты знаешь. Да. Одна будет у нас в шоу-рубе для вести. Отградия, то есть, мы без проедем сразу же. Так, едем на пятой передаче. Объезжаем ямы. Я заодно смотрю, как машина рулится. С выше снакировым час. Опять передние колеса перекачали. Нормально едет. То есть, палится в полороста, конечно. Ну и яма нормально ловит. Да, яму нормально ловит. Хорошо ловит. Это особенности лазов. Они все очень хорошо ямы ловит. Делим 125, пятая передача, 3,5 тысяч оборотов. А тормоза не все. Как тормоза? Ну, вроде не кидает машину никуда. Исправно работает. Хорошо едет. Сейчас мы попробуем на скорости. Сейчас на скорости мы войдем. Попробуем ее завалить немножко. 100 км в час скорость. 110. 120. Ну, 140. Это нормально едет. Хорошо. И прямой, и так держит. Адекватно очень хорошо едет. Чувствуется масса универсала. И аэродинамика на высокой скорости. То есть, прижимает. Потому что универсалы всегда лучше держат дорогу. За счет аэродинамики. Но печка дует очень. Очень конкретно. А вот мне интересно, почему она теплым дует? Потому что она вроде на... Нет, может не из-за того, что цикуляцию по салону... Вроде на 18 градусов стоит, а дует прям горячо. Нет, сейчас. Может не работает регулятор? Откроем окно чуть-чуть. С печкой надо сейчас разбираться. Да, с печкой будем разбираться отдельно. А какой пробег? Она давно у вас? Так, она у нас с июня прошлого года. С июня, да? Ну, пробег, я думаю, где-то тут около 3-4 тысячи пяти может точно есть. Вот так она выглядит. Что, дверь прикрой? Калина универсал. Вообще, она выглядела бы больше, если бы передние фары здесь сделали побольше. В принципе, автомобиль не маленький, но передок немножко визуально сужает. Напоминает мотив Punta 2. То есть машина, в принципе, большая, но вот передние фары, они находятся на стыке сужения. И кажется, в принципе, машина небольшая. Вот если бы эти фары, например, продлить сюда, например, как на Гранте, вот так. С такими фарами машина намного выглядела бы больше. То есть даже как-то Chevrolet Niva напоминает. Так, а так в целом, сейчас откроем багажник, посмотрим. Самое главное, достоинство этого автомобиля. Нереально большой. Так, открывается он вот так. Да, он и, в принципе, с печкой сбил. Да, ох, да. Здесь вот это вот все убирается у нас, да? Да, это все нужно убрать. Давай, здесь кинуть. Да. Так, а здесь надо спинки чуть откинуть. Передние вперед откидываются, по теории. За рычаг, понимаешь? Ну-ка, дай-ка. Нет, они вот. А, вот так, ага, все, понял. Ну да, здесь так много получается места, если смотреть. Да, можно убрать полку. Ну, полку не будем брать. Ну, нет смысла сейчас собирать. Здесь свет у нас есть. Здесь уже так видно, да, что можно все сложить и место у нас будет. Высоко открывается крышка, и, например, во время дождя можно встать. И будет небольшой навес. Например, выпить водки в лесу с шашлыками. Ручка внутреннего закрывания тоже есть достаточно удобная. То есть, не пачкать руки, чтобы во время дождя... Но не получается ее закрыть так. В любом случае, нужно касаться рукой, чтобы до конца закрыть. Так, а так, салон достаточно удобный. Кресло у нас с такой боковой поддержкой. Фирменные значки «Калина». И над головой место тоже есть. В принципе, неплохо. Неплохо. Вот стоила бы она 1250. Вот эти ручки выглядят ненадежными, да? Как будто вот отвалятся скоро. На Гранте, помнишь, сломанная? На Гранте, да. Но она, по-моему, не такая была. Ручки были, естественно, квад. То есть... В принципе, открывается она не слишком громко. Тут достаточно сидится ее нормально. Но неплохой автомобиль, да? То есть как раз неплохой. Смотря, конечно, с чем сравнивать, но конкретно минусов этого автомобиля, как бы вот ярко выражено, это у нас невнятный газ, но это болезнь, сцепление тоже. И такие вот мелкие поломки, типа вот регулятор печки, что-то там не отлажен. То есть в глобальном смысле я не думаю, что она как-то серьезно будет ломаться, да? Чтобы вот ездить, выполнять свою функцию, да? То есть там доски наверх обязательно, рейлинги еще там зафигачить, багажник, чтобы доски там на дачу возить. А что, хороший автомобиль, да? Но я думаю, что Largus будет перебьет значительную часть клиентов у этого автомобиля. Вот. Так, в принципе... Неплохой автомобиль, нормальный. Третья. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...